друзья подписчики всех приветствую следующий день начал блин записывать видео и наушники забыл отключить короче звук не пошел плюс еще максимум а пришла в гости но у них интернета нет они ко мне приходят вайфаем пользуюсь этому понятно позвонить кому-то это дело поделать родственниками поговорить вот в общем ну из каких-то особых событий не происходило так краткое освещение текущих дел как обычно в стандартном режиме попутно хочу там то есть когда у вас какие-то вопросы вы пишите в комментах я на все конечно не смогу вам отвечать но какие-то максимально популярные в общем отвечу вот несколько человек из того что больше всего писали это то что зачем ты занимаешься этой травой если много других приоритетов но тут тоже друзья как бы не смотрят видео получается внимательно потому что в самом начале видео я говорил что это мнение при рейтете как бы сам понимаю а это потому что вам все равно утром надо делать зарядку и зачем мне потратить здесь энергию там калорий на получается зарядку там приседания отжимания там бег подтягивания ну то есть грубо говоря на такие бесполезные вещи если я могу потратить это на что-то полезное то есть для меня этот покос травой он то чисто как зарядка с утра ну что это вчера потратила вчера тут пару часов покосил а сегодня где-то ну до полтора часа там час двадцать с 15 где-то так и вот получается за два захода то есть получается было заросшее все от этих деревьев за сара то есть косили только лужайку он где кот ходит он видите когда видишь вы куда-то иду но он тоже там то на этом деке сидит то по трейлерам лазит но он видите все чувствуется под контролем он увидел что я куда-то пошел и тоже короче идет сюда но он вы видите уже чувствую что это его территория прям как хозяин все смотрит осматривает там норы ищет этих всяких зверей ищет ну он даже не просится в дом ему вообще очень хорошо на улице скорее всего уличный видите блин ну тут комары конечно хорошо которые там их комары не кусают вот ну и о чем я говорю то есть да ну я его конечно пускаю в дом когда он просится но уже не буду пускать распустил у него там горшок короче стоит буквально его пустил там раз вот так он два или три дня на улице просидел он сразу там в углу возле вентиляции на сал там по ходу были мыши душа и открывал там все пропылесосил и было много этих машин их какашек короче он видимо запах мышей учуял и на сал там чтоб они не лезли но она конечно хорошо да он запах мочи на мышей отпугивать ну а мне ночью сидеть там короче я планирую там свой стол поставить всю фигню и уголки дышать этой мочой что ли вот ну короче то здесь я не тут у меня нету там знаете какого-то там плана бешеного темпа для удовольствия завел там часок там покосил короче тут грубо говоря если в таком темпе работать то на этой неделе можно как бы все это закончить тут вот осталось вот уже река вот она участок то тут небольшой он выглядит большим но тут меньше полакра по сути вот ну и вот это осталось кусты короче здесь они это была самая легкая территория потому что здесь видимо перед продажей косили а здесь я так понял уже много лет не косили вот здесь посложнее будет ну то есть вот за два дня я получается прокосил вот эту всю там все вокруг деревьев то здесь же все вот так кусты были половине деревьев то есть вот идете видите вот эти вот белые множество вот этих пеньков это все что я поскошил вот здесь везде было кусты значит на чем этом остановился да про по кострову я вам рассказал но видите все эти дни получается как мы приехали мы ехали под дождем он пират к реке пошел он вообще себя максимально комфортно чувствует у него вообще никаких проблем с этим лесом все короче ходит охотиться каких-то зверей ловит прививки надо ему сделать это какой-нибудь бешеный барсук укусит я уже ездил я вам рассказывал не успел по времени приехал они уже блин ящики свои 40 клиентов мало не знаю могли бы короче нам сделать но не уже запаковали вот это все вот вчера я косил вот эту область когда записал вот это прокосить вот ну и то есть получается дожди здесь видите мешать нас этим графиком типа чтобы заниматься там трубами и другими делами понятно какой-то уборкой там очисток участков это все будет параллельно и тем более как бы у меня не особо то есть человек если прожил в квартире всю жизнь и то есть дома никогда не выходил поэтому у него нету какого-то опыта там пользоваться косилками пилами там и прочими электроинструментами я не хочу чтоб он все это много отрезал или еще поэтому я ему только грабли тележку доверяю и ну пока пока он как бы какие-то простые работы чтобы он просто мог как-то по мелочи привыкать сельской жизни ну к этой натуралистической вот это и он там начал зачистку участка уже самого начала то есть он там занимается своими делами там учебы права там изучает английский такое сейчас пока его в какие-то школы группы особо не берут но потом возьмут так ну и вот он получается сейчас это там максимум мошка ровно пришла звонит интернетом пользоваться на это не буду записывать просто у меня сейчас еще другие дела это как бы перерыв между покосом и обедом завтраком там не знает еще вот это он уже начал тут делать камни привез игорь не вот это вот одну тележку дров короче то здесь будет собран такой очаг круглый наверно сделаю с ним проще короче будет очаг и он будет постепенно сюда это все с участка свозить а потом мы будем это сжигать понятно люди будут сейчас писать зачем дрова сжигать удобрения херене сейчас короче вы просто не представляете сколько тут все к этой фигни будет чуть уже цветы такие смотрите какие красивые видите где-то они тут растут откуда-то упали он еще валяются с каких-то этих деревьев ну и вот ну и в общем то ну вчера чем мы там занимались ездил я про контейнеры узнавать тоже с русланом там ездили тоже покататься по магазам по этим самым строительным поесть в энди в общем тоже тоже там покатались по магазам пошлялись дошел поэтому нечем было заниматься полдня прошло потом я вернулся занимался разборкой прицепа где-то там пол прицепа примерно разобрал муж треть вот но тоже долго времени за на ну вот грабли шум горю покупал и вот отсюда вот я начал зачистку то есть видите здесь ну мы там не чистим до идеальной чистоты но вот это место что уже расчищена то есть вот одна тележка этих шишек веток он видите здесь их уже нет а здесь вы смотрите вот они валяются короче ветки шишки это все соберем постепенно но это же не срочно там на то что он целый день ходит как у него перерыв есть там он полчаса повозил там две-три тележки привез потом там обед опять такими-то делами ветки вот эти короче постепенно ну это мы будем чистить пока переднюю часть задней части когда время дойдет я вообще не знаю у меня есть еще более крупная тележка на другом доме может ее привезу можно прям в прицеп в этот накидать и машины привести чего могу здесь его запарковать полный нагрузить туда отвезти но это видно будет ну привезли тоже к руслану заезжал вчера раз уже там был он мне еще много цветов подарил здесь те же самые помидоры то есть вот они уже с плодами надо их просто пересадить подвязать а это мои деревья которые в прошлый приезд покупал на каких-то клиренсах они чисто ростки были вот то есть видите вот этот был по моему 15 баксов 50 процентов скидка блубери вот и 2 это инжир не помню почему он там 8 долларов вообще фиг фига сортка дата называется короче тоже их надо куда-то в грунт пересадить а зачем они мне в горшках нужны ну тоже земля нужно вот эти горшки там огурцы еще вон одна выбери маленькая другой сорт по моему клиренс видите 4 доллара вообще такая вот что-то она не очень растет вы то есть получается вот у меня два блубери и фига на том доме еще лимон есть но я его там и оставлю еще его сюда поезжу по моему там тоже есть блубер какая-то а это все здесь будет ну прямо вот здесь эту грядку сделают для травы нету она будет в горшках не тоже это несчастливое то надо купить это самые какие-то доски сделать ограду потом надо это самое ну вы поняли чтобы эти оленя не жрали и там всякие лесные звери буду помидоры для них выращивать вот это тоже кучи веток это просто грабли не сгребал что удобно ходить было под ногами что не валялись это это все сжигать надо между все плохие на дрова не пойду вот не тут какие-то пострелять на ну короче такая мелочевкой понятно этим сейчас не занимаюсь в общем приоритете сейчас получается ну вода есть вот тут правильно то есть не то что мы тут без воды в принципе можно подключить шланг там у меня есть душ на улице и кран просто шланг туда кинуть и все будет работать вот можно это сделать вода в принципе чистая но скважину надо углублять а внутри как бы видите у меня сейчас особо времени не остается узнает это несколько часов надо но я сейчас не могу там какие-то вещи найти разобрать там мебель надо пособирать компы пособирать короче вот на это все время уходит более когда жара на улице тоже так не особо комфортно чем-то заниматься выше сейчас пекло там 30 35 градусов в тени на солнце хреново нас сейчас не очень жарко сейчас еще утро ну то есть это будет все процессе тоже вот эти лианы надо какие-то постричь короче на крышу надо залезть вот это видите все эти иглы скинуть штормовые окна надо помыть в связи это защита просто он грил от ураганов потому что ветка прилетит стекло тебя выбит и туда начнем все это в трейлер лететь вода там и все и как-то и заткнешь тебя ничего нет поэтому делают вот эти вот дополнительные стекла он их снимал они поликарбонат типа не бьющиеся вот но их тоже надо снимать просто мыть периодически же их тоже 500 лет никто не мыл с водой тоже надо разбираться углублять скважину бак там насос фильтр все надо но она работает но надо суменять более качественную ставить ну когда я свое уже зачищу конечно я начну тут защищать это что же мой участок туда вглубь идет он примерно по размеру как пол моего этого только он такой длинный и тонкий когда мой заканчивается там макса начинается короче он тоже вдоль реки здесь идет ну что с этим участком делать а пока не решил от нас ходить в каунте узнать если на него можно септик фигачить если они разрешат то тогда надо конечно херачить туда дом и все вот тебе и бизнес ну какой дом вот такой вот старый за двадцатку тридцатку брать с доставкой ставить и в путь туристам по сотки в день короче летом сезон долгий полгода можно там сколько ну конечно на три тысячи не рассчитывай там две тысячи в месяц за шесть месяцев десятку как бы с него иметь в принципе можно вот с учетом того что вы вложили там тридцатку носит 20 трейлер нам 10 участок то ну плюс мелочи понятно что участок не 10 стоит меньше сейчас цены выросли но тогда же там грел мы супер дешево их взяли потому что оптом вот как бы вдвоем сказали сразу покупаем но я мог их и сам купить но зачем мы что-то с максим соседей смысл как бы ему тоже на дачу как говорится надо делиться ну смысле таком шоу нельзя быть слишком жадным зачем мне там 500 участков макс бы потом обиделся стал бы самое мне он не особо-то и ваш мне принципе 1 хватит его бы разработать о чем мы куплю его он просто будет пустой стоять как инвестиция но я могу дальше там где нибудь просто следите купить мне более важны у те участки которые за рекой и вот этот но этот и мне и макс важен но у него просто цена будет слишком дорогая потому что он большой и угловой вот поэтому не факт что даже если его будет продавать мы его сможем купить они скорее всего цену загнут ну как бы оверпрайс может быть какие-то приезжие или инвесторы купят ему это уже местными по оверпрайсу не будем брать вот вот этот участок о котором я говорю он большой наверно больше моего вот а так если вы туда посмотрите там он далеке в принципе видно там следующий сосед который за этим участком находится вот то есть он будет сосед моего того участка но это все как бы я вам уже рассказывал это все не приоритете очень сейчас у меня приоритете разобрать прицеп и заняться скважиной трубами и контейнером то есть чтобы мне разгрузить свой контейнер светло хотя вот люди тоже правильно писали это сам принципе у меня была такая мыс вообще нихрена надо было светло не вести надо было взять только самое все дорогое там часы и ножи там коллекция одежды там объективов инструментов остальное просто все выкинуть а я живет всякую херню вот эту тележку я вез на которой мы возим это же я ее в лесу нашел когда мы за грибами ходили на хрен ее вез через всю америку короче собой в машине б тележку вез там какие-то верстаки вез короче мебель вез это все надо было про короче выбрасывать ехать на листе и не пришлось бы тратиться не на контейнер не на прицеп но тоже как бы понимаете тебе люди говорят но пока ты сам не столкнешься ты никому не веришь короче как бы это у людей такая натура что они верят только блин собственному опыту когда почувствует а теперь я уже сам знаешь все не имело смысла даже если не считать деньги ну сколько времени потрачено все это упаковать распаковывать а теперь надо покупать контейнер куда это все разгружать потому что у меня ничего нету сараев нету я не могу быстро построить уж не могу саразе неделю там купить привезти поставить там полки сделайте все невозможно тут единственный вариант это брать морской контейнеры его как бы в него перегружать морской контейнер вообще нужен эта идея супер как было для таких любых у таких участков до сельских потому что он защищен от шторма он полностью водонепроникаемый в нем есть вентиляция деревянные полы там обычно с дорогого дерева делают не сосны там какой-то там хардвуды применяется то есть морской контейнер это вообще топ он герметичный он огромный у него высокие потолки вы там можете полки делать ну вот руслан покупала к нему приходил в гости мне показывал вот у него он уже все там себе стеллажисту байфоров нахерачил это все ну там пару дней занимает короче бетонные пятки сделал под под него короче выставил в уровень ну ему проще у него участок здоровый там три с половиной или больше акров а у меня-то здесь сколько здесь меньше пола к я вам уже говорил это он кажется большим здесь короче он маленький на самом деле то есть это просто два обычных участка вот на тот участок без варианта завести во первых потому что если туда завезу контейнер то я больше туда вообще ничего не завезу он все заблокирует а во вторых а во вторых получается а во вторых я и не могу его физически завести потому что надо деревья пилить а как я их спилю я могу двадцатку сюда запихать но уж что такое блин двадцатка они дорогие вы берете двадцатку он там заставка со всех херней выйдет не знаю ну по три тысячи там за 2 500 а сороковка получается около четырех ну и двадцатки они низкие а сороковки они хайкуб высокий вот и слушай конечно брать хайкуб сороковку но то же самое ты его поставишь потом хрен куда денешь но я думаю ну как хрен куда денешь перевезешь потом можно вызвать их же обратно и они его короче также таким же макаром и увезут он сказал это все делается ну ну скорее всего сюда его поставлю сороковка она будет примерно вот до сюда ну или ставить туда двадцатку и как бы блокировать но остальное все можно завести туда он сказал может туда завести но только двадцатку сороковку он туда не завезет он горит он не развернется ну зачем она мне там можно в принципе двадцатка она вообще очень маленькая это сколько получается 6 метров то есть вот у меня трейлер это 70 это почти как две сороковки а если считать двадцаток то это как четыре штуки почти то есть вот примерно по размеру трейлера на 4 разделить его такой контейнер то есть он как бы маленький совсем я же там хочу инструменты там трактора хранить там всякое типа склад мастерская сделать но можно сюда двадцатку она и сюда станет вот если до соседа поставлю она будет буквально вот до этого дерево все вот так вот от соседа там полтора метра по с кодом надо отступать опять фит короче или могу сюда поставить двадцатку ли могу туда поставить то есть куда угодно ну сороковку нет не поставишь здесь мы не знаю короче подумали на двадцатку ставить сюда или туда или для сороковки в общем только одно место или второе место он сказал вот сюда я может по диагонали засунуть но здесь она вообще не к силу не города то есть засунуть ее сюда по диагонали вот здесь вот между этими деревьями как был тут она будет стоять вот у дал ну вот между деревьями вот туда но здесь вообще не к силу не города посреди участка на хрень это контейнер он конечно красивый все дорогой тяжелый но короче вот такие тут пока варианты подумаю ну не знаю короче надо помыслить еще посидеть чтобы в голове устаканилось все больше склоняюсь конечно туда и поставить эту двадцатку там а ее и не видно и она не мешает там под деревьями будьте стоять вот рядом с ней можно там какие-то маленькие навесы сделать там типа карпорт и патио короче как бы там она сбоку вообще нормально будет стоять ну или можно дальше туда к реке то есть не прямо здесь то есть или к этому дереву можно поставить вот так он завезет или может он между вот этими проехать здесь вот тут он сказал проедет туда и может засунуть но тоже скорее всего под углом в принципе можно и туда и усунуть потому что там-то у меня я не думаю что особо будет это место использоваться она все равно скорее всего будет пустовать а здесь принципе можно что-то сделать наверно надо его туда сувать как бы вот сюда вот и все здесь место вот это расчистить двадцатку взять на хрен не сороковка в принципе но от соседа отмерить сюда и уже запулить как-то так вот ну вот вот в этом в этом место или можно еще дальше прямо вот туда между этими деревьями сюда и можно сюда вот до этого дерева туда она упрется и между этими будет стоять короче подумаю что помозгую вот но тоже от нас без сравнительно быстро делать потому что они там ну сейчас много заказов лето они короче говорят что это можете меня там 10 дней типа того посмотрим ну ладно друзья не буду больше вас загружать в общем такое краткое включение просто какие-то мысли и обзору текущих событий ну сегодня по планам я вам говорю у меня в основном разгрузка прицепа я даже не знаю буду ли я водой заниматься еще надо это мне еще надо параллельно как бы узнать по поводу воды то есть вот эту хрень конечно надо все демонтировать она работает но это не вариант такой жить и надо чтобы они не пробурили скважину максимально глубокую то есть если могут 50 метров пробурить пусть 50 бурят если могут там сотку пробурить пусть сотку бурят то есть сколько смогут столько пусть бурят потому что я не знаю сколько здесь метров никто не знает то я надо вытащить и узнать но я догадываюсь что тут самая маленькая там 5-10 метров на вот ну ладно друзья все всем удачи и да благоволит к вам господь пока пока вот как хищник себя видите чувствует дикой природе просто наслаждается своим господством над всеми ну никто тут не угрожает кроме мерзких собак но я думаю скоро с ними разберемся потому что река с этой бабкой невозможно связаться и уже раза четыре приезжал машина стоит понятно она внутри собаки лают я в колокол стучу ру она хрен выходит короче она тупо морозится короче шерифу буду звонить то же самое до свидания вот до максу мама приходила интернетом уже уходит я говорю до свидания вот они приходят иногда ну чем не жалко не иногда еду там всякую дают вот он мы тоже я вам говорил мясо медведя сосед максу завозил вчера его поели ну как бы изготовлена нормально все но само это мясо но как бы ну как есть можно но как бы съедобно ну я бы не сказал что он там какой-то супер вкусно как бы как по мне свинина говядина оленина это все вкуснее курица индейка как вы всего мясо что ел вот это медвежье это наверно на последнем месте может его как-то там вымачивать мариновать друга надо я не знаю в общем друзья всего наилучшего да благоволит к вам господь пока пока